Послушай ты, Игорь Хвостиков, и остальные ФСБшники, если хоть один волос упадет с головы моего друга Аслана Арцуева, тебе не поздоровится, потому что информация об этих списках, о том, что ты причастен к этому преступлению, отправлена во все значительные офисы Евросоюза и Соединенных Штатов. Всю жизнь я страдаю от тебя, Россия. Ты ворвалась в Грузию, мою родину, когда мне было 16 лет, и устроила там кровавое побоище. И сейчас 20% территории Грузии оккупированы твоей страной и своими проклятыми ФСБшниками. Но то, что ты устроила в Чечне, тебе никогда не простится. Если вы думаете, что вы не будете отвечать за эти преступления, вы очень сильно ошибаетесь. Вообще, вы, конечно, подставляете своих детей, внуков и правнуков, хотя, в большом счете, вам на них наплевать. Вы не знаете, что такое дом и что такое семья. Еще Гоголь в мертвых душах все сказал про вас. В России нет ни одного дома. Россия не знает, что такое дом, поэтому лезет в чужие дома. Может только грабить, убивать, насиловать, пытать. Такие, как Игорь Хвостиков, начальник УФСБ по Чечне, садисты могут только пытать и издеваться. Сауна и водочка – вот их дом. Они не понимают, что у людей может быть по-другому, поэтому они лезут в их дома и разоряют их, грабят, насилуют, убивают. Но если вы думаете, что вы сломили их дух, вы очень сильно ошибаетесь. Такие люди, как Аслан Арцуев, сопротивлялись и будут сопротивляться вам. Российская пропаганда сделала все, чтобы внедрить образ чеченца, такого бородача, исламского радикала. И Кремлю очень невыгодно, чтобы такие чеченцы, как Аслан Арцуев, были в публичном пространстве. Потому что именно это обрушивает все их построение. Но не хотят они, чтобы мир знал, что есть такие прекрасные чеченцы, как Аслан Арцуев. Образованные, интеллигентные, культурные, воспитанные. Именно этого боится Кремль. Именно этого боятся убийцы ФСБ. Именно поэтому мы должны сегодня поддержать Аслана Арцуева. Я обращаюсь к блогерам, журналистам, к пользователям соцсетей, к тем людям, которые иногда экзальтированно вовлекаются в какую-нибудь новость. Но не проходите мимо этой новости. Аслану Арцуеву грозит опасность. Его внесли в расстрельные списки. Неужели вы пройдете мимо этого события? Субтитры создавал DimaTorzok